Мы из города Красноярска. Наш Красноярский край занимает позорное первое место по обманутым дольщикам. Позор для города и большие проблемы для тех, кто вложил деньги в жилье, но своей квартиры так и не дождался. Сегодня на Красной площади собралось около 150 человек. В основном это дольщики компании «Монтаж строй», которая возводит дома в жилом комплексе Нойлон-Черемушки. Вместо квартир, в которые инвесторы должны были заселиться несколько лет назад, они пока получают только пустые обещания от застройщика. Говорит один из участников митинга Николай Березин. Мужчина – инвалид второй группы. Ради новой квартиры он продал свое единственное жилье, а теперь живет у дочери. Обещанное нам жилье, которое начало строительство 4 года назад, до сих пор находится в ужасном состоянии. И можно сказать, оно сейчас брошено. Компания находится в процессе банкротства. Нам обещают какие-то нереальные прожекты. Поэтому мы и вынуждены были выйти. И конкретно, чтобы нам указали и сроки, и методы достройки. Дольщики говорят, власти разных уровней их проблему попросту игнорируют. Хотя несколько лет назад сами же выдавали застройщику участки и разрешение на строительство. Сейчас, рассказывают инвесторы, шансов получить свое жилье или вернуть деньги у них становится все меньше. Арбитражным судом в отношении строительной компании введена процедура банкротства. Мы обращались с очень многими заявлениями. Просили обратить особое внимание на застройщика, для того, чтобы он не смог выводить в дальнейшем активы. Но, к сожалению, отклика мы не получили. Сейчас у застройщика нет ни средств, ни имущества, ни земельных участков. Были какие у нас аргументы. То, что Аббулатов говорил, что очень хорошие дома, очень хорошие застройщики. Я очень сомневалась в застройщике, потому что, ну, как бы, ну, всегда это очень сомнительно, да, долевое строительство. Подтвердил пенсионный фонд. То, что действительно они хорошо должны застраиваться. И нам одобрили, разрешили материнский капитал сюда уложить. Ну, и результат оказался нулевым. В апреле этого года в большом репортаже новости ТВК рассказывали о проблеме со строительством домов ЖК Нойланд-Черемушки. Изначально там планировалось построить четыре 25-этажных дома. Гендиректор компании Эдуард Пшуков в интервью заявил, что дом в первой очереди сдадут уже в этом году. Сейчас, конец июня, и, по словам дольщиков, со стройплощадки исчезли даже краны. За долги их забрала лизинговая компания. Итогом сегодняшнего митинга станет резолюция, которую инвесторы, в надежде быть услышанными, направят в контролирующие органы. Митинг обманутых дольщиков продолжался на Красной площади в течение часа. Одним из пунктов резолюции стало решение провести следующий пикет в Москве. Татьяна Стрельцова, Александр Тропин, Новости ТВК.